Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поговорить о таурине. Выпуск у меня был. Переходите по ссылочке где-нибудь в описании. Здесь наверху всплывет. И выпуск был научный. Мы говорили о том, какова фармакогенетика таурина, и обсуждали общие части работы этого препарата. Сегодня мы не будем говорить о том, как он работает. Сегодня мы будем говорить вообще, для чего он работает, зачем нам нужен таурин. И немножечко поговорим о его противоказаниях. В первую очередь, таурин нам нужен, точнее считалось, что вот он для этого нужен. Это, соответственно, при антикатарактном лечении. И тут очень интересная вещь. Позже, сейчас, мы используем таурин для лечения метаболического синдрома, диабета второго типа. Понижает он сахар и так далее. Но таурин, как мы уже рассказывали, там общий спектр хороших, позитивных метаболических явлений. И таким образом получается, что он ассоциируется с нормализацией, с отменой еще и метаболического так называемого синдрома. В чем смысл? То есть метаболический синдром – это негативные метаболические проявления, если коротко. Таурин, как некий метаболик, это позитивные метаболические явления. И даже есть данные о том, что таурин является анаболическим средством. Ну, то есть он восстанавливает, увеличивает рост клеток, тканей, восстанавливает активность мембраны клеток. Но это не тот анаболик, который, в общем-то, такие качки любят юзать. Типа там пойдет какой-то нереальный рост мышц. Нет. Но на клеточном уровне это важно. В лечении некоторых эндокринных состояний – это важно. Значит, что для нас важно в приеме таурином? Во-первых, когда его нельзя принимать. И это поликистоз, о котором я уже говорил в предыдущем своем выпуске. Обязательно его посмотрите, потому что эти выпуски взаимосвязаны. С другой стороны, у нас много женщин и мужчин, у которых липопротеиды низкой плотности превышают липопротеиды высокой плотности. То есть плохой холестерин превышает хороший. И здесь есть данные, что таурин положительно влияет на липопротеиды высокой плотности. Также способствует сохранению электролитного баланса. Что при метаболическом синдроме для нас очень важно, потому что бывает, что нарушается электролитный баланс. Но, однако, так как здесь он является калийсберегающим, это не всегда актуально, потому что бывает, что как раз-таки количество калия сохраняется. А может быть и не сохраняется. Но чаще всего не хватает магния из моего клинического опыта. Такая ситуация чаще. Хотя бывает и калия, гипокалимия тоже наступает. Это все индивидуально. И опять же здесь таурин не является прямым лечебным средством для этого. Он универсальное вспомогательное средство при лечении диабета, при лечении многих других состояний, при катаракте. И опять же он же вам не вылечит катаракту. Нет, конечно. Но замедлит ее рост как минимум. Поэтому таурин здесь очень-очень неплохое средство вкупе со всем остальным. И, естественно, если использовать какие-то гипогликолитические средства автономно, без БАДов, это очень неудобно. И, как правило, вот эти бабушки, которые сидят пожизненно на гипогликолитических средствах, они, соответственно, как раз-таки заложницы монолечения. И многие люди, кто лечит диабет второго типа, они заложники монолечения и других заболеваний. То есть монолечения, я подразумеваю, что такое монотерапия, вот вам одна волшебная таблетка и все, идите отсюда. Не существует одной волшебной таблетки и нужен, как правило, грамотный прием горсти таблеток различных, которые будут усиливать действия друг друга и нивелировать побочные эффекты друг друга. Также с таурином. Иногда даже на действие таурина на поликистоз удается нивелировать за счет, в общем-то, коррекции гомеостаза другими препаратами, за счет коррекции гормонов, может быть, да, там, где люди уже, может быть, на гормональной терапии женщины находятся. Поэтому для нас здесь важно, безумно важно понимание, зачем и когда мы пьем таурин. Нельзя взвесить дозировку для всех одинаковую. Вот. Очень часто в кардиологии используется, соответственно, таурин. Он, как написано в официальном описании, кардиотонический. Вот. То есть повышает, соответственно, тонус сосудов, как минимум, вроде как. Ну, тоже действие слабенькое, но вкупе с другими препаратами, вкупе с другим лечением позволяет снизить, и это вот прям даже на своем клиническом опыте я убедился, снизить прием других кардиологических средств, дорогие друзья. Поэтому здесь все очень и очень неоднозначно. И чтобы ответить вам, как вы любите, в комментариях, а сколько мне вешать граммов, сколько мне пить таурина, можно мне пить его или нет, нужно изучить ваш анамнез. Вот. Потом назначать вам таурин. Но вещь реально эффективная, вещь реально доказанная, и все меняется, если вы занимаетесь спортом. Потому что, как спортивная добавка, фактически таурин обязателен всем. Кроме женщин с неизвестным анамнезом по поводу поликистоза. Ну, хотите убедиться по поводу поликистоза, пожалуйста, пожалуйста, идите, соответственно, делайте УЗИ, или лучше, даже лучше все-таки делать МРТ органов малого таза. И, соответственно, уже по результатам МРТ органов малого таза вы смотрите, есть там включение, нет включения, есть поликистоз, нет поликистоза. И понимаете, можно вам пить таурина или нет, но действительно он тонизирует, он прибавляет в течение дня больше энергии, больше энергии на тренировке. Если уж ваша задача какой-то вялый фитнес на дорожке, это не столь значимо. Но если вы хотите какого-то результата спортивного, да, наращивать его, то одно из таких добавок, одно из таких, их много, и мы об этом будем разговаривать, одно из таких добавок будет таурина. Дорогие друзья, я желаю вам прогрессии в вашем спорте, здоровья и успехов в лечении ваших заболеваний. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья, и будьте здоровы. А я вас всех жду на своих онлайн-консультациях.